Я тут кое-что приготовил, потому что иду в гости к полузащитнику сборной России Ксении Коваленко. Я Евгений Марков. Это шоу «Мир дома» от РФС и платежной системы «Мир», в котором мы ходим в гости к сборной России. Ксюша, привет! Расскажи, как дела и как ты поживаешь одна дома? Привет, привет! Ну, вообще-то я не одна с мамой, так что мне не скучно, мама вам не заботится и дела у меня хорошо. Уже хорошо. Всех болельщиков интересует, как твоя нога, вообще как здоровье и как сама в общем? Ну, уже на самом деле все нормально. Было тяжело, также эмоционально и физически, но сейчас намного лучше. Я хожу, сама передвигаюсь, все делаю сама, поэтому я вернулась к обычной жизни. Давай о хорошем. Расскажи, чем тебя балует мама? Сейчас она меня балует, конечно, своим присутствием. Большое спасибо, что она приехала. Я думаю, что если бы ее не было рядом, как бы это ни звучало, я бы пропала, потому что готовить я сама не могла. Я ничего не могла делать, поэтому она мне очень сейчас помогает. В детстве хочу сказать ей спасибо, что она заставила меня все-таки пойти второй раз играть в футбол, потому что я хотела бросить и ругалась с тренером. Поэтому хочу сказать ей, что я ее люблю и большое спасибо ей, что она сейчас рядом со мной в такое нелегкое время. А как зовут маму? Галина. Галина, большой вам привет и спасибо, что помогаете не только своей дочери, но и всему российскому футболу. А какими блюдами мама тебя балует? Всякими разными. На самом деле у нас практически каждый день все разное. Она мне всегда спрашивает, что я хочу, но я говорю, что что приготовлю, что и буду кушать, потому что мне нравится, как моя мама готовит. А есть вредности, которые мама умеет лучше всех готовить, но по режиму их есть нельзя? На самом деле она все готовит такое жирненькое, не диетическое, поэтому этот карантин и мои щечки дадут о себе знать. Я живу без Галины, поэтому я местами готовлю себе сам. Вот смотри, у меня тут есть даже вот такая баночка, есть кабачок и морковка. Давай представим, что ты осталась дома одна и у тебя вот такой набор из трех штук. Что ты сделаешь из томатной пасты, морковки и кабачка? Ну я бы, наверное, сделала пасту. Вот это бы все вместе перетушила, добавила... Что там, томатная паста? Да, томатная паста. Томатную пасту отварила бы макароны и вот сделала бы все. Такую овощную пасту. А какое блюдо чаще всего себе готовишь? Пасту в сливочном соусе, пасту была не ест. Я люблю различные супчики, поэтому... В принципе, я могу приготовить что-то, но было бы для кого, скажем так. Хорошо. А этот человек всегда найдется. Тренировки. Как ты тренируешься и либо ты восстанавливаешься? Что у тебя за спорт сейчас? Да, я потихонечку, маленькими шажками восстанавливаюсь. Приложу в порядок свою ногу. А что это значит? Объясни людям, которые не знают, что такое восстановление. Это какие процедуры, какой график. В общем, опиши максимально конкретно. Я просыпаюсь в 9 часов, конечно же, умываюсь, все такое, завтракаю. И потом начинаю делать гейм-реди. Потом занимаюсь коленом отток, сгибаю, разгибаю. И потом начинается полноценная тренировка. Это закачка мышц. Я тренируюсь тренером, не сама. Поэтому мне с этим попроще будет. Он контролирует меня. И где-то вот на все про все это выходит 5-6 часов. Это вот то есть утром, первый полнодня часа 3, потом 3 или 5-6 часов без перерыва? Изначально было 5-6 часов без перерыва, но сейчас мы разбили. А тренер где? В скайпе, в зуме, по телефону или фотографии просто отправляешь ему? Изначально он приезжал, потому что он должен был смотреть, следить за ногой. А сейчас, да, так вот по зуму. У нас девчонки также тренируются. Под какую музыку ты тренируешься? Честно, чтобы не бесить тренера, не бесить маму, потому что у нас у всех разные вкусы музыки. И мы включаем просто радио. А какое? Рекорд. Ну не юмор-фм. Нет, рекорд. То есть это такая просто музычка для тренировок, что называется? Да, да, да. А у тебя нет умной колонки дома? Нет. Ну если бы она была, ты бы какую музыку у нее попросила для тренировок? Если бы была одна, не было бы тренера, не было бы мамы. Вот что бы ты слушала для себя? Наверное, это зависит больше от настроения. Поэтому не знаю, какое. Я меломан, у меня всегда разная музыка. Но я не слушаю тяжелый музыку рок, я вообще не слушаю. Папсу какую-нибудь бы включила бы и зажигала. Ну типа Иванушек Интернешнл или современные попцы? Их тоже, их тоже можно послушать. Не, их тоже. А есть песни, по которой ты вспоминаешь, говорит, вот в детстве я под нее там бегала, мальчишек лежала и так далее. Ну какая-нибудь там Тополин и Пух, или Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Вот эти все песни, кстати, хорошие. Да, я их слушала в детстве. Рюмка водки на столе. Понятно. Песня, почему-то спортсмены очень любят эту песню. Понятно, почему. А что касается тренировок? Вот 5-6 часов без перерыва. Вот как ты развлекаешься? У тебя телевизор работает, у тебя видео. Небо ты так умеешь концентрироваться, что даже 5-6 часов у тебя незаметно пролетает. На самом деле, в такой период я прям концентрируюсь, потому что нужно очень много внимания ноге, чтобы лишнее движение ты не можешь сделать. Поэтому просто включаешь музыку, так, чисто для фона, и занимаешься. Все, внимание на ножку. Антон Шунин рассказывал, что он вместе с мамой тренируется. Пока он что-то тягает или приседает, она делает шпагаты, а мама твоя как-то в тренировках участвует? Да, у меня есть видео, где она начала со мной пресс качать. Она такая говорит, ну ладно, я раз 20 сделаю, и все. С меня хватит. Ну, ну так, может, речь со мной позаниматься, там, пресс покачать, ну и все. А сейчас она 2 раза в день крутит велосипед. Утром просыпается, крутит велосипед час, и вечером час взялась за себя. А мама под какую музыку это делает? Или под какой-нибудь сериал? Ой, я не знаю, если честно. Она одевает наушники, и все, и уходит в себя. Я ее в это время не достаю. Посоветуй людям? Да-да. Было изначально как? Она со мной вообще не занималась. Она пока готовила все это время. Мы занимались. И она приходит такая и говорит, пойдемте кушать. Я на нее смотрю и говорю, мам, ну тебя не смущает, что я тренируюсь, занимаюсь? Нам некогда. Она говорит, ничего не знаю. Я приготовила, все есть. Но она у меня такая, да. Командует еще. А ты не командуешь мамой? Мамой? Нет. Понятно. А кем ты другим командуешь? Партнерами? Кем еще? Всеми, кроме родителей. А если у людей нет дома велосипеда? Вот мне повезло, у меня есть эллипс. Ну, до эллипса было прямо тяжело, когда нельзя выходить на улицу. У меня тоже не было велосипеда, мне пришлось его купить. В общем, что советуешь людям, у которых нет такой специальной техники, как заниматься? Качать пресс, закачивать спину, приседать. Я думаю, что вот этого, в принципе, будет достаточно. А тогда давай посоветуй фирменное упражнение свое. Ну, потому что качать пресс, это, в принципе, все в школе его качают. Может быть, у тебя есть специфическая нагрузка, фирменная какая-нибудь? Я скачала себе приложение Tabata Timer. Выставляю время, 30 секунд я занимаюсь, здесь секунд у меня пауза. Я вот пресс качаю 25 минут. Там очень разные упражнения. Если кому-то надо будет, они могут мне написать, и я могу... Либо я могу записать видео именно этого пресса и выложить себя на страницу. Я его качаю каждый день. Но только кубиков нет. Зачем я это делаю, я не знаю. Почему нету? Потому что мама кормит меня жирной пищей. Я думаю, что мама, когда уедет домой, тогда все вернется. Есть ощущение, что люди, которые сейчас на карантине, они все выйдут терминаторами на улицу, потому что все занимаются спортом. И кушают. Но ты терминатор, как ты считаешь? В плане, готова ли я сейчас физически? Да. Ну, в том смысле, что ты залечиваешь травму, но вообще, как себя чувствуешь? Я вообще чувствую себя отлично. С каждым днем я понимаю, что я расту, и мне все легче делать те упражнения, которые были в самом начале. Поэтому я вообще хорошо себя чувствую. Какой у вас досуг с мамой, помимо качания пресса и паст? Всяких, из жирненьких продуктов. Мы смотрим сериальчики ее. Вот, фильмы различные. Ну и книжечки читаем. Ну да. А можешь посоветовать тогда? Потому что люди на карантине, времени много, хочется советов. Сериал можно посмотреть «Триггер». Последний я смотрела. А фильм «Исчезнувший». А книжечки какие вы читаете? Сейчас я читаю легкие романы, потому что хочется голову чуть-чуть разгрузить, не хочется ее ничем таким тяжелым забивать, поэтому какие-то романы легкие. Эль Кеннеди сейчас в серии книг читаю. Первую вот прочитала, получается, сделка. Сейчас ошибка. Помимо этого, какие вы себе развлечения придумываете? Потому что кто-то собирает пазлы, кто-то магниты перебирает или значки. Есть какие-то дела, которые раньше не делали, а тут на карантине под них время освободилось? Вот именно, что времени-то нет. У меня все время занимает восстановление. Я бы очень хотела чем-нибудь заняться там с мамой, да? Каким-нибудь там в игры поиграть, еще что-то. Но правда времени нет. У меня изначально даже не было времени книжку почитать, там поговорить с мамой, о чем-то посекретничать. Это сейчас вот более-менее, когда уже возвращается жизнь, я начинаю сама ходить, сама что-то делать, быстрее все делаю. Можно чем-то заняться. А до этого вообще времени не было. С кем ты созваниваешься? И вообще освоила ли онлайн-посиделки с друзьями? Да, один раз созванивала со своими подругами. Мы сидели, болтали. Мне же пить нельзя. Но они выпили за меня. Это было очень весело. Я взяла бокал, налила себе сок. Они там свои напитки. И мы вот с ними веселились. Первый раз я налила себе яблочный сок. Представляла, что это белое вино. А второй раз я налила себе вишневый сок. Представляла, что это красное вино. И как ощущения от такой посиделки? Мне было весело. Самое главное, что я видела своих подруг. Нам есть о чем поговорить. Мы рассказали друг другу разные истории. Так что было хорошо. А что тебя веселит в последнее время? То, что солнышко, то, что мама рядом, то, что тренировки становятся более интенсивными. Меня веселит то, что я прогрессирую с каждым днем. У меня становятся интереснее тренировки. И то, что меня поддерживают мои родные и близкие, что мама рядом. Расскажи про поддержку в соцсетях. Наверняка многие люди писали с поддержкой. Есть какие-то слова или сообщения, которые тебя просто потрясли? Ты думаешь, ничего себе душевные люди слали что-то. В общем, что тебя потрясло из этой поддержки? Очень много сообщений, вот правда. Я не ожидала очень много их. И все такие приятные, искренние. И самое важное, наверное, что они мне говорят, что я сильнее, чем я думаю. Вот эти почему-то слова именно мне попали в душу. Мне говорят, что ты недооцениваешь себя, ты совсем справишься. И когда ты понимаешь, что чуть-чуть опускаются руки, ну все равно, как ни крути, у каждого человека такое бывает. И ты начинаешь задумываться, а правда, все же можно пережить. Это просто временно. А что писали? Ксюша, выздоравливай. Или было Ксюша, выздоравливай, я тебе пирожков напеку, как ты выйдешь на футбольное поле. Да вообще все писали. Ксюша, выздоравливай. Ксюша, давай быстрее, мы пойдем пинать мяч. Ксюша, как тебе привезти цветы. Ксюша, как тебя порадовать. Вообще очень много сообщений. А ты отвечаешь на эти вопросы, как тебя порадовать, и как тебе передать цветы. Ну, понятное дело, что всем не ответишь. И понятное дело, что я не скажу свой адрес, куда отправлять цветы. Но мне приятно, и кому могу, кому успеваю, тому отвечаю. У меня соседи сверху, вот регулярно такое ощущение, что ходят на каблуках. Видимо, люди на карантине, но наряжаются. Наряжаешься ли ты? В чем ходишь по дому? Я хожу в футболочках, в шортиках. Платье я не одеваю, потому что не для кого. Если бы я жила, например, с молодым человеком, то да, скорее всего, я бы наряжалась, как-то баловала. А так, мама меня и такую любит. Футболисты все очень серьезные. Говорят, что смотрят кино, сериал, вот тот же Триггер, джентльменов. А любишь ли ты мультики? И что вообще из проявлений детской жизни тебе нравится? Я на самом деле частенько смотрю мультики, особенно когда просыпаюсь, наливаю себе кофе, и я включаю мультики. Мама, когда увидела, она очень долго смеялась. Она говорит, ты серьезно? Тебе 24, и ты смотришь мультики? Я говорю, да, мама, что такого? Я Зверополис, наверное, просмотрела раз в семь. Поэтому мне нравится. Рекорд моего брата побил. А сколько ему? Ему... А сколько ему? 14. Мы просто раз в квартире находимся. Нет, 9. Ну, а скажи, пожалуйста, какие еще мультики любишь, и какие герои прям твои любимые? Я люблю старые мультики. Ну, погоди. От Леопольд мне нравится. Вот. Ну, и вот Зверополис мне нравится. Наверное, хватит. Сколько можно перечислить? А мультики про футбол какие-то? Помнишь, были такие человечки, которые играли против мальчишек в футбол? Был мультик Галактик Футбол. В общем, футбол много. В футбол я смотрела. Какая у тебя мечта, что хочешь сделать сразу после карантина? Пойти в бассейн. Я хочу пойти в бассейн и сходить на массаж. Потому что тренироваться каждый день и не расслаблять мышцы, это очень тяжело. Поэтому мне очень хочется бассейна и массаж. Вот сейчас закончится наше интервью. И какой у тебя будет дальнейший график? Сейчас по Москве у нас 4 часа. Вторая тренировка. У меня будет вторая тренировка. А потом ужин с мамой. Да. Посмотрим, что она мне приготовит. А о чем ты мечтаешь сейчас больше всего? О котлетках, о ежиках? Если честно, уже ни о чем. Потому что я уже, мне кажется, все съела на этом карантине. Поэтому мне достаточно всего. Вот. Вот что нужно есть спортсмену. Вот мама уедет, и я перейду на правильное питание. В конце интервью хочется от тебя услышать добрую новость, добрую весть или просто заряд позитива. Потому что нам, конечно, дома всем хорошо. С родными и близкими. Но все равно так хочется на улицу, и так хочется добра. Подари нам его, пожалуйста, еще. Мне кажется, хватит каких-то добрых новостей. У всех их достаточно. Я надеюсь. А я хочу просто сказать большое спасибо врачам. Потому что они в это нелегкое дело работают. Дают в себя. Рискуют собой, своими близкими. Поэтому им большое спасибо. Они большие молодцы. И я очень ими горжусь. Спасибо тебе за общение. И все желаем тебе здоровья, чтобы нога поправлялась. И чтобы ты скорее-скорее забивала голы. Мы их очень ждем. Спасибо большое. Берите пример с Ксенией Коваленко и оставайтесь дома. Помогайте таким образом врачам. Также им можно помочь другим способом. За каждую покупку карты МИР в российских онлайн-сервисах и интернет-магазинах платежная система МИР переводит 1 рубль в помощь врачам в регионах. Так что платите карты МИР, оставайтесь дома. Здесь много всего интересного. Вот у меня есть такой дракончик. Им можно колоть орехи. А что есть интересного у вас? Продолжение следует...